Каждый из нас однажды сталкивается с необходимостью обратиться за помощью к врачу или даже полицейскому. И собственная беда заставляет нас при этом забыть на мгновение, что это в первую очередь люди, а уж после, должностные лица, при исполнении или давшие клятву Гиппократа. И почти никто не думает о том, что и доктор когда-нибудь для кого-нибудь, вне стен лечебного учреждения, просто человек, которому нужны понимания и это самая лишняя минутка. И каждый из тех, кого смело можно назвать врачом по призванию, достоин уважения, а порой и восхищения, как человек, как личность. И тем людям, спасающим каждый день десятки человеческих жизней, и посвящается этот фильм «Жизнь, достойная человека». Готовясь к встрече с героиней этого очерка, с врачом-онкологом-гинекологом Гульнарой Джазовой, даже не предполагала, что она относится к тем специалистам, которые не считают возможным для себя оставаться только в границах своего профессионального пространства. Она молода, имеет хорошую профессиональную подготовку. Ее стремление установить причины недуга человека, который пришел к ней за помощью, и только тогда поставить окончательный диагноз, делает ей честь. Да, это трудно, не всегда достижимо, но потому и выходит, она за границей своей узкой специальности, чтобы достигнуть еще большего. Ведь за ее плечами немалый стаж работы, а именно 20 лет. Продолжив семейную врачебную династию, Гульнара Муссовна с детства знала, что сама непременно станет доктором. Ее мама, Валентина Горобьевна Джазова, работала врачом-онкологом еще с 1964 года, когда онкологическая служба в Карачаево-Черкесии только начинала формироваться. Окончив Ставропольский мединститут, тогда выпускались врачи общего профиля и начинала свою трудовую деятельность в качестве педиатра Валентина Горобьевна. За 50 лет трудовой деятельности в медицине она стала заслуженным врачом республики в 1997 год, а в 1981 году была представлена к награде Орден Дружбы Народов. О своей матери Гульнара рассказала нам с гордостью, ведь, унаследовав от матери врачебное дело, она и не могла поступить иначе, стала врачом-онкологом. Я, в общем-то, из семьи врача. У нас сформировалась династия. Мама моя, Джазова Валентина Горобьевна, она врач-онколог с 1964 года, с момента, когда, в принципе, онкологическая служба здесь начала формироваться. Закончила она Ставропольский государственный медицинский институт. Тогда выпускались врачи такого общего профиля и начинала свою трудовую деятельность в Адагихабльской районной больнице в качестве педиатра. Но вот у нас был такой передовой врач-хирург, это Бутов Стефан Павлович, имя которого носит сейчас наше учреждение. Вот, в общем, он, маму мою, сподвиг на то, что нужно организовывать такое дело у нас в республике. Степан Павлович был таким очень энергичным, очень грамотным и таким болеющим за свое дело человеком. И мама согласилась. И вот это были их первые шаги на пути к организации онкологической службы в нашей республике. Мама была первым онкогинекологом. То есть, это, ну, естественно, она прошла различные специализации. Это был Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Казань. Вот, и, в общем, первых онкогинекологических больных здесь у нас в Черкесске и в ближайших районах лечила она. В общей сложности она практически 50 лет посвятилась этой службе. Когда диспансер открылся, отдельно онкогинекологического отделения не было, ну, ввиду того, что все-таки республика маленькая, было открыто отделение общей онкологии, где мама возглавила это отделение, где проводилось лечение, это химиотерапия. И были койки онкогинекологические, то есть гинекологические операции проводились. Гульна Армусовна, ну, расскажите, пожалуйста, как для вас состоялся ваш выбор профессии? Что вас подтолкнуло именно стать медицинским работником? Можно сказать, я выросла в этом доме. Это был для меня второй дом, онкологический диспансер, потому что мы были детьми, но мы всегда были привязаны к своим родителям, да, и многие дети маминых сотрудников, это и семья Салпагаровых, это семья Шедаковых, Есенеевых и так далее. Как-то мы вот по жизни, да, мы вместе росли и по сей день поддерживаем дружеские отношения. И вот так получилось, что я в этой среде росла, у меня еще есть старшая сестра, у нас существенная разница в возрасте 9 лет, то есть я видела тоже, как она становилась врачом, и в кругу семьи всегда велись медицинские, разговоры на медицинские темы, и ты волей-неволей, конечно, этим заражаешься. Я вот и помню с детства фотографии, то есть я в белом колпачке, в белом халате, кисфонендоскопом. Как-то особо я не металась в разные стороны, я для себя выбрала с самого детства эту профессию, и как-то я, наверное, с этой мыслью и родилась, и жила, можно сказать, если образно. Окончив Ставропольский мединститут еще в 1994 году с красным дипломом, Гульнара не сразу остановилась на специальности хирурга-онколога, а начинала трудовую деятельность с окружерства и гинекологии. Ведь хирург – благородная и ответственная профессия, говорит Гульнара Джазова. Часто лишь хирургическое вмешательство, которое на профессиональном языке называют оперативным, может спасти самое ценное – человеческую жизнь. Вернувшись из ординатуры, я вновь вернулась в перинатальный центр, но там как-то получилось, что я неполный год проработала. И вот что-то меня потянуло все-таки влияние мамы, ее близких друзей и коллег, которые для меня тоже были родные люди, в общем-то, сказали, Гуля, давай. Ну, в общем, Гуля перешла. Я начала заниматься, вот, перешла в маминое отделение общей онкологии. Это был 99-й год. Вот, прошла специализацию первичную по онкологии на базе нашего центра онкологического имени Блохина в Москве. Вот, и так как ушел в гинеколог, моя такая специфика ушла в онкогинекологию. Вот, и я не пожалела, конечно, ни одного дня. Я также люблю очень свою работу и своих больных. Нужно любить людей, иначе в медицине делать нечего. Это касается всех работников здравоохранения. Нужно относиться терпеливо к каждому пациенту, считает Гульнара Мосовна. И Республиканский онкологический центр, в котором работает Гульнара Джазова, вот уже в течение двух месяцев принимает своих пациентов в новом здании на севере города Черкеска. Теперь пациентам за высокотехнологичной медицинской помощью в борьбе с раком не приходится ехать в соседние регионы. В новом онкоцентре есть и необходимые технологии, профессиональные кадры, комфортные условия для лечения. Кстати, строительство нового онкологического центра в Черкесске – это инициатива главы Республики Рашида Тимрезова при поддержке Министерства здравоохранения России. Врачи онкодиспансера, едва переехав в новое здание, уже проводят там уникальные операции, отвечающие самым высоким медицинским стандартам. А со временем новый диспансер обретет межтерриториальный статус, обеспечивая высокотехнологичным лечением жителей не только Карачаева Черкесии, но и других российских регионов. На сегодняшний день хирургия наша развивается. Мы в течение двух месяцев уже находимся в новом здании онкологического диспансера, где действительно все по-новому, где мы оснащены, наверное, по первому слову техники. И, соответственно, это обязывает к тому, чтобы профессионально расти, конечно. У нас великолепно оборудованы операционные. Хирургический блок сердца онкологического диспансера. Здесь в буквальном смысле спасают жизни, тем более, что на новом оборудовании самые сложные операции можно провести гораздо быстрее и успешнее. Из операционной пациент попадает в реанимационное отделение под неусыпный надзор медсестер. Все показатели жизнедеятельности выведены на центральный монитор, чтобы следить за всем отделением, не покидая сестринского поста. Масштабы нового онкологического диспансера действительно поражают. Его просторное помещение ничем не уступает столичным клиникам. Вот и сегодня, проводя сложную операцию вместе с главным врачом онкоцентра, Зубиром Джумаладиновичем Маховым ни на минуту не сомневается в качестве выполняемой операции. Они работают в тандеме во время сложных операций, таким образом спасая жизнь своих пациентов. Что за операцию вы сегодня проводите? Экстрапасса матки с предателем. Женщина, 38 лет. Здесь должны быть всегда светлые, дружеские, гармоничные взаимоотношения. Ведь мы все за одним операционным столом. От нас зависит дальнейшая судьба пациента, а значит, мы должны быть максимально сосредоточены на ходе операции. Должны доверять друг другу. Делится с нами врач-онколог, гинеколог, хирург Гульнара Джазова. У нас великолепный главный врач, не могу не сказать в нем слова. Он профессионал, он наш помощник, он наша спина. И по любому профессиональному вопросу мы можем к нему обратиться. Это всегда будет выслушано, всегда будет конструктивное какое-то предложение, техническая помощь. Плоть до того, что он может сам участвовать в операции, если он нам нужен. У нас на сегодняшний день тоже неплохие традиции. Вот среди молодежи складываются. Я надеюсь, что мы будем в этом смысле развиваться. У нас не бывает таких каких-то особых разногласий. Мы какие-то сложные вопросы всегда решаем коллегиально. Вот за ведущей отделением Ларисы Джагафаровны Колобиковой, с главным врачом Зубиром Джумаладиновичем. То есть в медицине как? Чем тяжелее, тем больше людей должно быть привлечено. Потому что коллективное мнение – это всегда ближе к истине. То есть мы стараемся друг другу помогать и друг друга поддерживать. Один в поле не воин здесь. Да, действительно, один в поле не воин в такой сложной профессии. Дружный и слаженный высококвалифицированный коллектив онкоцентра борется с раковыми заболеваниями. Заведующая хирургическим отделением Лариса Джагафаровна Колобекова работает вместе с Гульнарой Жазовой уже долгие годы. Она начинала свою трудовую деятельность еще с Валентиной Горобьевной Джазовой, матерью Гульнара. Да, Гульнара Мусовна я знаю очень давно. Прежде я познакомилась с ее мамой. Надо сказать, что Гульнара Мусовна – великолепная семья. Как специалист, как человек, но я второго другого такого человека, не знаю. Валентина Горобьевна мне очень многое дала. Как гинеколог научила меня многим профессиональным вещам. И самое главное – научила меня общению с пациентами. Естественно, поэтому Гульнара Мусовна все хорошее взяла из своей семьи. Я могу ее оценить как человека с большой буквы. Гульнара Мусовна я знаю только с положительной стороны. И как специалиста, и как человека, как личность. Можно учиться не только мне, но и многим другим людям. Мне нравится, как она общается с пациентами, с коллегами по работе. Нравится ее стремление постоянно повышать свой профессиональный уровень. Нравится ее… Я знаю не только как коллегу по работе, но и другие стороны ее жизни. Мне нравится ее стремление жить, любовь к жизни. Врач-онколог, гинеколог, хирург Лариса Колобековна считает, что ее коллега – специалист самого высокого класса. Тем более она чувствует высокую степень ответственности, решительности и стремление помогать людям. Так же, как и все мои коллеги, Гульнара понимает психологию онкологических больных, делится с нами Лариса Джагафаровна. Она умеет найти общий язык с каждым из них, чтобы внушить уверенность и волю в борьбе с болезнью. В Гульнара Музыне мы работаем не только в отделении, самое главное, мы работаем в операционной. Когда я работаю вместе с ней, когда мы вместе идем на операцию, мне очень комфортно. Я знаю, что мы можем не разговаривать во время операции, мы понимаем друг друга с полуслова. В общем, не спокойно, когда она мне ассистирует или наоборот, когда мы меняемся. Для врача-онколога-гинеколога Гульнары Джазовой раз и навсегда выбранная профессия весьма непростая, в том числе и в моральном плане. Ее задача не только выполнить свои профессиональные обязанности, но и постараться вселить надежду в каждого пациента, поддержать его, чтобы он ни в коем случае не опускал руки, даже в самых тяжелых случаях. Вот и Светлана Тамбиева, когда пришла на первичное обследование к врачу Джазовой, летом прошлого года была еще в сомнениях, что может ее еще что-то беспокоить. Ведь пришла просто, как она сама говорит, на обследование. И она говорит, чего тебя беспокоит? Я сказала, если честно говоря, мне ничего не беспокоит. Вот так вот так. Не могу это все выразить. И она говорит, давай тебе в креслочку. Она посмотрела. Пока Найзе не села, даже она тогда сразу мне диагноз положила. И еще так посмотрела. Ведь Найзе еще не брали, на это Найзе не прошли. Ну и что, хорошо, Светочка, пройдут, короче, ты позвонишь или приедешь. Ну я не стала звонить, я сразу опять села в машину и приехала. Как она сказала, такие у меня анализы и пошли. Говорит, ну и что тебе будем делать? Давай сразу, что надо, сделаем операцию? Я говорю, нет, не хочу. Ну мне-то ничего не беспокоит. А то, что я это говорю, то. Ну Светочка, это же не надо. Вот так она меня умоляла и просила. Я еще думаю, меня сука, говорю, красивых слов даже мать не говорила. А тут говорю, как она, как с ребенком водится. По прошествии небольшого времени, созвонившись с врачом, Светлана пришла уже в очередной раз с намерением лечиться именно у нее. Беседа с таким врачом, как наша любимая Гульнара Мусовна, зачастую может воодушевить больных сильнее, чем вид самого современного оборудования и название самых дорогих лекарств, рассказывает Светлана с радостью в глазах. Поэтому участие и поддержка Гульнара Мусовна не менее важны для нас. Не у нас столько руки мягкие, хорошие, вообще вот описать не могу. Как можно столько у человека быть доброты, хорошего. И так и получилось. Персонал вообще шикарный. Оперировали вообще, я ничего не знаю. Я заснула, я проснулась и все. Даже я свои боли не чувствовала. Вылечилась. Я даже теперь переживаю то, что я сразу летом не согласилась. Вот у нее такие золотые ручки, а душа просто не делала. Высококвалифицированные специалисты и улучшенная материально-техническая база позволяют проводить основные диагностические мероприятия и лечение злокачественных процессов на месте в Карачаево-Черкесии без необходимости транспортировки больных в Ставрополь и другие медицинские учреждения. Это, безусловно, улучшает диагностику и результаты лечения. И, как рассказывает врач Кульна Раджазова, в онкодиспансере проводятся практически все существующие виды диагностики различного рода онкозаболеваний, начиная от злокачественных образований кожи и заканчивая онкопатологиями кишечника. Для этого имеется все необходимое эндоскопическое оборудование, цифровые рентгенаппараты. Также в онкоцентре проводятся все существующие формы медикаментозной терапии и ряд хирургических форм лечения онкопатологии. Онкологические больные – это сложная категория больных. И в плане хирургического вмешательства – это сложная категория больных. Но здесь помогает что? Коллектив, великолепный наркоз, прекрасные ассистенты, затем именно технологии. Мы электрохирургией занимаемся, у нас ультразвуковые аппараты и так далее. Это все способствует улучшению именно техники проведения этих операций. Но, вы знаете, легко не бывает, наверное, никогда. Конечно, бывает, может быть, категория каких-то типичных операций, но так, в принципе, по большому счету, каждый случай на предыдущий не похож. И ты волнуешься всегда, когда ты идешь на любую операцию, на любую. Это всегда волнение, это всегда адреналин, всегда хочется сделать по максимуму хорошо. Гульнара Мусановна, давайте мы вспомним какой-то хирургический случай в вашей практике. Было, наверное, это чуть больше года назад. У нас была в отделении пациентка армянской национальности, такая пожилая женщина. Ей, наверное, было порядка 75 лет, с гигантской опухолью яичника. Ну, честно сказать, я вот почти 20 лет работаю, и мы много чего видели различного размера гигантского. Ну, это самая гигантская опухоль, которая была. Она, когда была уже она удалена, она весила больше 30 килограммов, сама опухоль. Вот мы, кстати, с главным врачом Зубиром Жиломатиновичем эту операцию провели. На самом деле, это было связано с огромными рисками, потому что, ну, во-первых, возраст больной, риски наркоза, риски осложнения, да, интероперационно, потому что там были заинтересованы соседние органы, там и кишечник, и мочеточник. Там, наверное, и кишечник какой-то роли играет хорошая. Это, вы знаете, было физически, даже физически просто сложно удерживать эту массу в руках, да. Мы, конечно, тогда выделили такое количество адреналина. Мы долго еще потом вспоминали. Ну, слава Богу, получилось, и опухоль оказалась доброкачественная. Просто бабушка очень везучая. Она ее выращивала очень большое количество лет, она боялась идти к врачам, но тут уже она просто не могла двигаться, не стоять, не сидеть, не лежать, уже ничего не могла. Мы ее выходили. Мы ее выходили, она даже, по-моему, не температурила в послеоперационном периоде. Вот такой живой случай, да. Борьба с онкологией в наше время требует знаний и умений, потому что рак многолик, подкрадывается незаметно, сопротивляется лечению и стремится распространиться по организму. К тому же рак – заболевание трагическое. Несмотря на успехи медицины, люди продолжают умирать злокачественных опухолей. Каждый врач-онколог знает, что кого-то из своих пациентов он вылечить не сумеет. Кому-то диагноз поставлен слишком поздно, а кому-то просто не повезло, говорит врач-онколог Гульнара Жазова. И его вид рака особенно трудно лечится. А кто-то сдался и отказывается от лечения сам. На сегодняшний день хотелось бы спросить, именно для пациентов, для ваших же, скажем, людей, которые приходят поправить свое здоровье, что бы вы хотели пожелать? Вовремя обратиться, заранее обратиться именно к врачам по вашей направленности? Или какие пожелания бы вы хотели для них сказать? К сожалению, невзирая на то, что мир такой, он современный, технологичный, нанотехнологичный, но и невзирая на это, онкологическая заболеваемость, она, к сожалению, растет. Потому что весь этот технологичный мир, он, наверное, себе несет и много факторов риска, в связи с чем рак мы до сих пор никак победить не можем. Потому и важно, несмотря на то, что мы сегодня так оснащены, что мы умеем делать операции высокотехнологичные иногда и так далее, все равно во главу нужно ставить профилактику. Вот как ни крути, вот 20 лет прошло, как говорится, а проблема остается все та же. Проблема профилактики и раннего выявления. Раннего выявления на ранних стадиях заболевания. Тогда, когда ты понимаешь, что ты можешь человека здоровить и продлить его жизнь на долгие годы. К сожалению, и запущенность, и смертность, и вообще заболеваемость от онкозаболеваемости очень высокая. Это не только у нас в Карачаево-Черкесии. К сожалению, это по всей стране происходит. Сейчас разрабатывается много методик для того, чтобы выявить рак на ранних стадиях. Это и различного рода определения маркеров крови, и различные тесты, потом эндоскопическая техника и так далее, и тому подобное. То есть главное, самое главное, просто прийти к врачу. Я призываю наших женщин, как онкогинеколог, ни в коем случае не бояться этого здания. Если это онкология, то не значит, что мы занимаемся исключительно злокачественными новообразованиями. Самое главное, обнаружить фоновый процесс, или предраковый процесс, и вот на этой стадии помочь женщине. Если где-то, предположим, в центральных районных больницах, но, может быть, недостаточно они оснащены, или, может быть, где-то не хватает докторам опыта, чтобы они не стеснялись направлять нам на консультативные приемы. Мы всегда, в общем-то, открыты и для больных, и для коллег. Поэтому я на самом деле призываю все население быть повнимательнее к себе, потому что нет ничего важнее для каждого человека – это его здоровье, здоровье его собственное и его близких. От общения с Гульнарой Джазовой врачом от Бога на душе становится тепло и хорошо, спокойно. В лице этого неутомимого доктора всегда найдешь чуткость, душевность и поддержку. В ее глазах всегда светится живой огонек участия, а на лице непременно широкая и добрая улыбка. И какое же это счастье, когда такие люди посвящают свою жизнь заботе о жизни и здоровье человека. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok